Друзья, снова здравствуйте! Как и обещал, покажу вам сегодня, как нанести 930 на днище автомобиля. Главное, не бояться. Это именно та задача, где точно ничего нельзя испортить. Так что за дело? Конечно, удобнее всего наносить состав на подъемнике. Ну и на яме все получится. На крайняк можно поднять тачку на домкратах. Но поверьте, это не очень удобно. Оцениваем состояние днища. Да уж, тут есть над чем поработать. Придется очистить днища от грязи и побороться с коррозией. Снимаем праздничную одежду, облачаемся в то, что погрязнее. Перчатки и очки обязательно. Думаю, дрель или болгарка есть у любого нормального мужика. Абсолютно все равно, чем вы будете удалять ржавчину. Постарайтесь это сделать как можно лучше. Но если коррозии у вас нет, значит вам повезло. Час кропотливого труда и картина уже совершенно другая. Теперь нужно защитить голый металл с помощью грунта. Я выбрал грунт на эпоксидной основе BODY 981. Кстати, использовать до грунта всевозможные преобразователи ржавчины не возбраняется? Баритесь с коррозией по максимуму. Пока грунт сохнет, а это примерно полчаса, я заклеиваю элементы подвески. На них 930 не нужен. Сделайте это, а то слесаря проклянут вас, когда машина приедет в ремонт. Итак, у меня все готово. Днище очищено. Кстати, с ума сходить не надо. Стерильность там не нужна. У 930 прекрасная адгезия даже не на очень чистой поверхности. Голый металл там, где он появился, загрунтован. Все, что нужно, заклеено. Осталось только выбрать песенку, которую мы будем петь во время нанесения. Передернуть затвор. И все, поехали! Состав наносится легко и просто. Справится даже ребенок. И самое главное, здесь ничего нельзя испортить. Ничего. Будет хорошо или очень хорошо. Сначала прохожу все 4 арки. Наношу толстый равномерный слой. Не жалею состав. Защита должна быть хорошей. Кстати, фонарик не помешает. Вы должны хорошо покрасить каждый участок. Теперь перехожу на днище. Состав имеет хорошую тексотропность. То есть он не стекает и не капает на вас. Даже в толстом слое. Я же говорил, все просто и все получится. Итак, друзья. Я нанес один полный слой на днище. У меня ушло 3 вот таких баллона. Что хочу сказать. Ко мне часто обращаются автолюбители с таким вопросом. Сколько баллонов нужно покупать на днище? Отвечу так. Конечно же машины разные. Но это минимум 3. Но если вы хотите сделать вот прям хорошо, хорошо, как для себя. Лучше взять больше 4 или 5. И это именно тот случай, когда маслом кашу не испортишь. Поэтому возьму еще парочку баллонов и вылью на этот автомобиль. Чтоб было все замечательно. Чем толще слой, тем меньше шума и лучше защита. Это же очевидно. Поверхность после нанесения выглядит очень круто. У вас получится не хуже. Вот и все. Я закончил. 4 часа несложной работы и все готово. Надеюсь, вы еще раз убедились, что 930-й это качественно, надежно, просто и быстро. С вас лайки и комментарии. Не болейте. Ждем следующего видео. Всем пока. Пока.